Преподобный Паисий Святогорец с болью и любовью о современном человеке. Сглаз. Зависть, имеющая в себе злобу, может подвредить другим. Это и есть сглаз. Действие бесовское. Геронда. Разве церковь признает сглаз? Да, есть даже особая молитва от призорства Чес. Дурной глаз вредит другим, тогда, когда человек горит что-то с злостью, с завистью. Геронда. Многие просят у нас ладонки от сглаза для младенцев. Можно ли такие ладонки носить? Нет, нельзя. Говорите мамам, чтобы надевали на малышей крестики. Геронда. А если кто-то сделает какую-нибудь прекрасную вещь, другой ее похвалит. Первый примет похвалу с гордым помыслом и затем эта вещь каким-либо образом повредится. Это сглаз? Нет, это не сглаз. Сглаз в этом случае вступает в действие духовные законы. Бог забирает от человека свою благодать и поэтому происходит вред. Сглаз имеет место в редких случаях. Особенно люди, имеющие зависть со злобой, а также немного, могут сглазить других. Например, завистливая женщина видит маму с очаровательным малышом и со злобой говорит, «А почему у меня нет такого ребенка? Почему Бог дал ей его?» В этом случае малыш может пострадать, будет не спать, начнет плакать, мучиться, потому что она сказала это со злобой. Если бы этот ребенок заболел и умер, то такая злобная и завистливая женщина радовалась бы. Другой, к примеру, видит чужого теленка. Страстно хочет, чтобы он принадлежал ему и животное вскоре околевает. Однако, часто сама мать виновата в том, что мучается ее ребенок. К примеру, мать видит чужого худенького малыша и говорит, «Ну и худоба, просто кожа до кости». Своим полюбовалась, а к чужому отнеслась свысока. Но слова со злобой, сказанные о чужом ребенке, бьют по ее собственному чаду. И чадо, не будучи виновата, страдает из-за матери. Несчастный малыш тает на глазах. Наказание матери, чтобы она осознала свою вину. Но, конечно, сам ребенок в этом случае причисляется к мученикам. Суды божии – это бездна.